То есть тут получается, что законодатели пошли на послабление, смягчили законодательство. Если раньше 15 суток за любой вид наркотиков грозил человеку, то теперь в этом смысле есть послабление. Как вы восприняли вообще вот такую новость? Ну, первое, значит, я хочу сказать, что врачи на территории Абхазии и России не назначают канабиоиды вообще в лечебных целях. Но другое, что послабление, это не нужно, наверное, расценивать как поощрение тоже употребления. В принципе, я считаю, что единственный момент, который вызывает смущение, мы знаем, что канабиоиды, они долго выводятся из организма, понимаете? Это жирораспоримые наркотики, он медленно из жирового депо выводится через мочу из организма человека. И если человек, например, был задержан на четверо суток, освободили, фактически, если его проверить на пятые сутки, у него еще будет показывать. И на шестые может, и на седьмые. И вот чтобы не получилось, что он, как сказать, за одно и то же нарушение дважды, трижды и четырежды был наказан. То есть, может, он больше после этого и не употреблял канабиоидов, там, марихуану не курил, но пока еще выводятся препараты, и с такими вот методиками, которые мы сегодня обладаем, трудно будет установить это, какой давности было употребление, понимаете? Вот такой момент меня смущает единственное, чтобы и одного, и того же... Употребление, и с одного употребления он дважды, трижды не был наказан, допустим. Да, да, чтобы он не наказывался, да, вот этот момент. А так, ну... Ну, а с какой целью депутаты могли, вот, допустим, так обозначить это, что без назначения врача, если в законодательстве вообще не предусмотрена такая практика у нас в республике? Ну, это, знаете, так, просто стандартная фраза, употребление наркотических средств без назначения врача, мы говорим, но наркотические средства ведь назначаются врачами. Просто именно канабиоиды не назначаются. Если так говорить, например, об опиоидах, то иногда же назначают больным там определенной категории опиоиды, и просто, видимо, как-то так, как я думаю, стандартная фраза была перенесена, что ли. Так я это просто рассматриваю. Да, да, да. А в некоторых странах может быть канабис и гашиши использованы именно в медикаментозных целях. В каких случаях? Да. При различных неврологических заболеваниях используют, при, там, ну, в пожилом возрасте, для седации, для успокаивания. Но это медицинская марихуана, она очищена от различных там примесей, понимаете, есть определенные схемы ее приема и назначения. При паркинсоне, при болезни паркинсона назначают, ну, вот, как бы, а в основном вот при неврологических расстройствах и в пожилом возрасте, как-то так скажем, для лечения также психических каких-то там невротических расстройств. Это используется за рубежом в некоторых странах. А вообще деление наркотиков на легкие и тяжелые, вот канабис и гашиш к легким иногда относят, вот как вы к этому делению относитесь? Может, исходя из этих соображений, депутаты и решили смягчить наказание за употребление? Вообще, да, да, вообще в некоторых странах есть такое деление на наркотики легкие и тяжелые. И в зависимости от этого и наказание тоже, как бы, разное. Ну, вообще, честно говоря, если как вот с медицинской точки зрения смотреть, конечно, я тоже считаю, что, да, марихуана может быть более легкий наркотик, наркогенность у него ниже. То есть, если есть наркотики, к которым привыкает человек с первой же пробы, да, вот есть такие наркотики тяжелые, то марихуана – это не такой наркотик, к которому можно привыкнуть там с первого употребления. Но это не значит, что он безопасен. Так же, как и алкоголь, например. Это тоже, ну, алкоголь тоже вещество психоактивное, которое вызывает привыкание в определенной категории людей. Но, опять-таки, ну, не с первой пробы, понимаете? И поэтому деление на легкие, тяжелые наркотики, оно имеет место в медицине. Такое мнение, в принципе. Ну, как бы, да.